Привет, друзья! С сегодняшнего дня мы начинаем цикл программ «Украина. 30 лет страны». Каждое видео будет посвящено одному году с момента провозглашения независимости. Редакция страны подготовила для вас разбор самых главных, самых важных событий последних 30 лет. Рассказываем о них и объясняем их смысл. Каждый день в 8 утра я буду публиковать новое видео вплоть до 24 августа. Итак, начнем. 1991 год. Я как раз родилась в 91 году и получается, что мы со страной ровесницы. Но когда я только появилась на свет в марте этого года, мало кто ждал распада СССР. На референдуме в марте месяце более 70% украинцев проголосовали за сохранение союза, а при обсуждении вариантов дальнейшего совместного будущего республик выдвигались идеи тех или иных форматов федерации. Верховный совет у СССР тогда контролировало коммунистическое большинство. Так называемая группа 239 во главе с Александром Морозом. А националисты пользовались поддержкой лишь на Западной Украине и отчасти в Киеве. При этом в их рядах не было много оптимизма насчет скорого получения независимости. 17 августа на фестивале «Червона Рута» лидер народного руху Вячеслав Черновол выступил с речью, где назвал вероятность независимости ненадежной. Но буквально через два дня события начали развиваться очень стремительно. 19 августа в Москве было объявлено о создании госкомитета по чрезвычайному положению, которую возглавило все бывшее руководство СССР, кроме Горбачева, включая вице-президента Янаева, который был объявлен исполняющим обязанности президента СССР. Целью этого всего было сорвать уже одобренное Горбачевым подписание нового союзного договора, согласно которому Советский Союз превращался в аморфную конфедерацию. Собственно, именно на создание такой конфедерации и была надежда у компартийных элит на тот момент, пока еще советских республик. Но планом по передаче львиной доли полномочий в республике решил помешать ГКЧП. Сопротивление ГКЧП в Москве возглавил избранный в июне 1991 года президент России Борис Ельцин. Он объявил членов госкомитета путчистами. Вокруг резиденции правительства РСФСР, вокруг Белого дома начали возводить баррикады. В это же время в Украине все было на удивление спокойно. Руководство УССР во главе со спикером Верховной Рады Леонидом Кравчуком заняло подчеркнуто нейтральную позицию, выжидая, кто же победит в Москве. В день объявления о создании ГКЧП 19 августа Леонид Кравчук выступил по телевидению с обращением. Он призвал сосредоточиться на решении важнейших проблем повседневной жизни республики и заниматься уборкой урожая. Но я хочу сказать, что на Украине у нас обстановка, как говорится, слава богу, пока стабильная. Как я сказал, трудовой и политический путь жизни бьется в соответствии с той ситуацией, которая сегодня сложилась. Но никаких подземных толчков нет. Люди понимают ответственность, работают. За день до этого, вечером 18 августа, в Киев прилетел главком сухопутных войск. Генерал армии Валентин Вареников. Он был, пожалуй, самым решительным из всех сторонников ГКЧП. Поэтому, как считают многие исследователи, его отсутствие в Москве в ключевые дни сыграло роковую роль. На улицах Москвы инициатива постепенно переходила к сторонникам Ельцина. В то же время, в Киеве Вареникову делать было особо нечего. В 9 утра 19 августа он встретился с Кравчуком в его кабинете. На этой встрече, которая продлилась 2 часа, Вареников информировал присутствующих о событиях, которые происходят в Москве. И предложил ввести чрезвычайное положение в Киеве и в западных областях. Но Кравчук предложил не вводить ЧП и пообещал обеспечить порядок самостоятельно. О чем главком сухопутных войск сообщил телеграммой в Москву. Больше каких-то встреч с представителями гражданской власти в Киеве у Вареникова не было. Да они и не были нужны. Руководство УССР в те дни не приняло ни одного документа, где хотя бы осторожно критиковался ГКЧП. И фактически выполняло распоряжение нового московского руководства. Поэтому после обеда 20 августа Вареникова отозвали в Москву. Там его катастрофически не хватало. Но поменять ход событий в столице к тому времени уже было очень трудно. 21-22 августа 1991 года стало понятно, что ГКЧП в Москве терпит поражение. И победу в этом противостоянии одерживает Ельцин. И это буквально сразу же пробудило в Киеве невероятную активность. Власти УССР заявили об осуждении ГКЧП. А 24 августа Верховный Совет принял акт о провозглашении независимости. Дословный текст звучит так. Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства на Украине, исходя из права на самоопределение предусмотренного уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу только Конституция и законы Украины. Голосование за акт стало возможно благодаря компромиссу трех основных центров влияния. Компартийного аппарата, красных директоров и сторонников независимости, народным рухом во главе с Вячеславом Черноволом и другими движениями. С последней группой было все понятно, а вот у двух других категорий были резоны очень далекие от идеологических. Они прекрасно понимали, что СССР так или иначе идет к рыночным отношениям, а значит в ближайшее время должна начаться приватизация предприятий. А еще до того появится возможность поуправлять обширной общенародной собственностью, наживаясь при этом на предприятиях и на распродаже сырья. И в этом процессе им не хотелось делиться с Москвой. Поэтому они и увидели в этой неопределенной ситуации после провала ГКЧП исторический шанс вырваться на вольные хлеба. Сотрудничество этих трех групп, умноженное на админресурс республиканской вертикали власти, позволило развернуть общественное мнение и 1 декабря провести новый референдум, на котором более 90% людей сказали «да» независимой Украине. Среди народа распространили мнение, что, знаете, в маленькой хлебосольной Украине смутные времена можно будет пережить спокойнее, чем в Большом Союзе. Эти настроения подогревались массированной пропагандой. Выпускались листовки, в которых говорилось, что когда Украина закончит кормить Россию и союзные республики, тогда народ заживет, как в Европе. Приводились даже расчеты, что Украина занимает первые места в Европе по производству ряда товаров. И, мол, поэтому люди заживут лучше, Украина заживет лучше, когда перестанет отдавать их за бесценок на потребности СССР. Впрочем, эти аргументы, как выяснилось уже позже, оказались ложью. После независимости украинское производство обвалилось в несколько раз, поскольку потеряло рынки сбыта своей продукции на просторах бывшего СССР. А энергоносители в страну стали поставляться уже по мировым ценам. И это все, конечно, не приблизило, а наоборот отбросило Украину от уровня Европы. О том, что украинцев накануне референдума просто обманывали, прямо заявил в недавнем интервью Леонид Кучма. Но то, что в какой-то мере мы людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию. Считали все, что в Украине производится, я так утрированно говорю, по мировым ценам. А то, что Россия должна и так поставлять. Я-то неоднократно на эту тему говорил и публично выступал, что уже в 89-м году, или, может, я могу год туда назад ошибиться, что наши институты экономики сделали расчеты, платежный баланс Украины тоже, России. Так он выявился очень серьезно отрицать. Действительно, потому что мы же раньше нефть и газ получали по ценам, которые меньше чая или меньше простой воды. Поэтому расплата наступила сразу, практически. Наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. И это, в первую очередь, толкнуло, так сказать, гиперинфляции, потому что такой инфляции, которая была в Украине, 10 600 не было ни в одной практической республике бывшего Советского Союза. Тогда, во время агитации за независимость, также заявлялось, что Украина будет уважать права русского и русскоязычного населения. Все граждане будут иметь равные права и никто не будет ущемлен. Также Леонид Кравчук обещал, что никакой насильственной украинизации не будет, а любые попытки дискриминации по национальному признаку будут резко пресекаться. Одновременно с референдумом 1 декабря 1991 года прошли и первые президентские выборы в Украине. Их итоги были очень показательными. Народ голосовал за ту же УССР, то есть, ну, чтобы независимость была, но без каких-либо резких перемен, чтобы при этом как можно больше осталось и от прежней жизни. Поэтому президентом новой Украины 1 декабря 1991 года был избран партаппаратчик Леонид Кравчук, который набрал более 62% на выборах. А вот кандидаты от условно назовем их националистов Вячеслав Черновол и Левко Лукьяненко не смогли на двоих взять и 1 третий голосов. После этого референдума был большой вопрос, а как на фактический выход Украины из СССР отреагирует Москва? Ведь на тот момент Советский Союз официально все еще существовал. Но неопределенность длилась недолго. 8 декабря в Беловежской пуще руководители трех республик, основательниц СССР, России, Украины и Беларуси подписали соглашение о денонсации союзного договора. Ключевую роль здесь сыграла позиция Бориса Ельцина, к которому в то время уже перетекала реальная власть в Москве. Может быть, он в идеале и хотел взять власть во всем Советском Союзе. Но к концу 1991 года это было сделать уже крайне трудно. А в окружении российского президента было немало советников, которые ему говорили, что Россия и сама прекрасно проживет со своими нефтью и газом без прочих республик. А потому особо не нужно сопротивляться распаду Союза. Красный флаг СССР был спущен с Кремля 25 декабря 1991 года. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Огромная распавшаяся страна вошла в новую эпоху. Есть еще одно очень важное событие 1991 года, о котором мало кто вспоминает, но которое сильно повлияло на последующую историю Украины. Речь идет о референдуме по возобновлению автономии Крыма. Крымские власти на самом деле этот вопрос начали поднимать еще в конце 80-х, когда шел разгар перестройки. В эту эпоху много критиковали сталинское время. И крымские элиты вынесли на повестку дня возвращения статуса автономии полуострова. Этот процесс резко ускорился в 1990 году, когда Верховный Совет у СССР принял первую июльскую декларацию о суверенитете. В ноябре месяце похожую принял и Крымский областной совет, который на январь 1991 года назначил референдум о правовом статусе полуострова и возвращение ему статуса Крымской АССР. 20 января этот референдум состоялся. На вопрос «Вы за воссоздание Крымской АССР?» как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. 94% крымчан ответили утвердительно. Формулировка этого вопроса, вынесенного на референдум, согласитесь, была амбициозной. Как субъекта Союза Советских Социалистических Республик, а не как часть Украины. В это время во многих республиках шли процессы их внутреннего дробления. Автономии в их составе требовали самоопределения и пытались напрямую выходить на союзный центр и выстраивать с ним отношения. Где-то этот процесс уже шел на базе существующих автономий, как, например, у Грузии с Абхазией и с Южной Осетией, а где-то создавались новые, как, например, Приднестровье в Молдове. Причем зачастую республиканские власти в ответ пытались силой подчинить автономии себе, что и заложило основу большинства конфликтов, которые до сих пор тлеют на постсоветском пространстве. И если бы тогда Киев отреагировал на автономные устремления Крыма точно так же, как Грузия поступила в отношения Абхазии, то не исключено, что ход украинской истории пошел бы совсем по другому сценарию еще в 1991-м. Крым тогда стал бы горячей точкой еще до проведения референдума о независимости. Не исключено, что к нему бы тогда подтянулись и ряд регионов Юго-Востока. И после 1 декабря могли бы тогда начаться события, которые произошли в 2014 году. Но только с куда более катастрофическими последствиями, учитывая повсеместный хаос в то время. И, возможно, независимая Украина в нынешних границах и никогда бы не возникла. Но тогда Киев поступил куда мудрее, чем украинская постмайданная власть в 2014 году. Республиканская власть не стала мешать процессу создания крымской автономии. А можно сказать, возглавила его, слегка модернизировав. В феврале Верховный Совет УССР принял закон, по которому Крым получал статус автономной республики, но в составе Украины. В Москве были заняты своими проблемами, поэтому данному решению никак не препятствовали. Власти Крыма тоже были удовлетворены. Как видим, друзья, когда-то Украина не боялась давать автономию отдельным территориям и вносить этот статус автономии в Конституцию. Ради сохранения контроля над областями. Интересный опыт, особенно в свете событий на Донбассе и Минских соглашений, в политической части которых прописан особый статус неподконтрольных территорий. Но украинские власти сейчас его предоставлять не хотят. А дальше была шоковая терапия, развал экономики, гиперинфляция и тотальное обнищание населения. Но об этом завтра. Таким был 1991 год, когда Украина стала независимой. Чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Какие ваши самые яркие воспоминания за этот 1991 год, пишите в комментариях. Если вы родились позже или со мной в один год, тоже дайте об этом знать в комментариях под этим видео. Совсем скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова